Чему Сербия является такой целью, я вам честно сказать, я не понимаю. Вот так же, как Россия в начале 90-х годов готова была на всё, чтобы выстроить после развала Советского Союза, полагая, что времена кардинальным образом поменялись, пойти в фактически любые жертвы для того, чтобы выстроить свои отношения с западными сторонами. Чего мы получили? Поддержку сепаратизма и терроризма на Кавказе. Прямую причём. И политическую, и информационную, и финансовую, и даже военную. Ну просто, знаете, я же в это время был сначала директором ФСБ, с удивлением смотрел на то, что происходит. Думал, зачем? Мы же вроде как теперь все вместе. Зачем мне это делать? Но они же это делали. Не стесняюсь. Ответа нет. Честно говоря, даже до сих пор. Я полагаю, что это какое-то просто отсутствие образования, что ли. Непонимание, непонимание тенденций, непонимание того, как мир устроен, как Россия устроена, к чему это может привести. Просто желание силой, силой додавить, додавить, додавить. Ничего, кроме силы. Ведь санкции – это же тоже сила, только в другой форме. Полное желание поиска каких-то компромиссов. А вот эти окрики, о которых я говорил, вы должны, вы обязаны, мы вас предупреждаем. Это же тоже сила, попытка использовать элемент силы. Это же тоже самое. Вот все в этом заключается. И в отношении Югославии и Сербии. Сначала Югославия, потом Сербия. Но сербы не тот народ. Вы знаете, скажу, может быть, такую тяжелую вещь. Уничтожить можно. Додавить и подчинить сербов нельзя. Тоже не понимают этого. Но надеюсь, что рано или поздно придет и понимание этой составляющей, и европейской политики, и вообще в целом, мировой. Придет понимание того, что все-таки более конструктивно договариваться.